Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Disciples Liberation. Находимся мы по-прежнему в мизинах на родине нашей Авианны, ну и Ориона, собственно говоря, тоже. Прошлая серия была достаточно, ну не скажу, что неприятная, достаточно грустная она была. Мама Авианы все-таки погибла, и большую часть серии мы за нее мстили. Но, как говорится, не бывает худо без худо. Здесь еще объявился регент товарищ, и с ним нам тоже стоит разобраться. И, кстати, смотрите, здесь есть еще и второй этаж. Я его сначала не заметил. Несколько отрядов на карте здесь пока еще остается. Если мне не изменяет память, ну все, карта опять в тумане войны. Ничего нового. Где-то, 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 подождите, где-то 50 в уровне же отряд стоял, нет? Вот здесь, вот они стоят. Ну, мы потом, когда карту закончим, еще разочек пробежимся. Это дело зачистим. Но сейчас давайте ворвемся в золотой рудник. Золото нам нужно, золото нам полезно. Авиане я поставил осколок на увеличенный первородный урон. И они, как знали, специально встали кучно. Молодцы. Уважаю их стремление. Кроме того, у нас сейчас еще и лавы-разлом есть. Так, лавы-разлом, говорю. Как он работает? Призываю, пламя из дненера земли на себе первый урон всем бойцам в течение двух раундов. Пока что у меня с маной, почему у меня маной половина? Уж игра, уж эта игра. Вот сюда бы вшарить. Знаете, какая красота. А как работает лавовый разлом, я пока не понял. Так, заморозка. И она вокруг себя бьет. Выбранные области. Здесь просто, смотрите, вот показываются, да, красные зоны. А здесь ничего не показывается. Это странно. Или она точечно. Да ладно, неужели точечно? Не может быть. Здесь будет тоже выбранная область. Не понимаю. Странно, это все работает, но окей. Можно, конечно, поближе подойти. Ладно, Виана. Это все исключительно в целях эксперимента. Почему не показываете, что она у нас все урон-то? Мне не очень хочется рисковать, если честно. Ладно, давайте первый удар вот таким сделаем. И все это дело сотрем. Хочу отведать их плоти. Ну, а потом как-нибудь вот так. У тебя печать кровь. Слишком близко, тупица. Выстрел. Четыре неба ждут тебя. Ой, как больно. Поспешим. Застигнем их врасплох. Это убийство принесло мне честь. Не хочу тебя расстраивать, но герой не умирают. Всего-то надо будет подлечиться. Чистилый гнев. Отправляйся на четвертое небо. Я сокрушу тебя. Сражайся, я приказываю. Куда заклинание, надо разбираться, как они работают. Инквизитор-регент услышит об этом. Да, мы сейчас к ним, кстати, пойдем. Почувствуй мощь эльфа. Маленькое, пошагаем к нему. Сама все расскажешь. Да узрит его око истинный путь. Он сожжет тебя. Добьешь? Не того. Тщательная смерть не пощадит никого. Так, авиана, давай по одиночной цели посмотрим, как работает. Что здесь за один раунд всех переубивали. Но, допустим, лава и разлом. Как он работает? Еще раз. То есть я выбираю точку. То есть три шестигранника, а ледяной путь, допустим, сколько? А, ледяной путь тоже самое, тоже только три шестигранника. Понял. То есть выбираем точку, выбираем, в каком направлении три полосы выжигаем. Ну, ясно. 1127 урона. Ну, блин. Я немножко разочарован. Я думал, площадь побольше будет. Так, ну хорошо. Золотой рудник наш. Фонтан, ман, на всякий случай зайдем. Я думаю, что это из-за прокачки. Когда мы прокачиваемся, у нас обычно такая вот ерунда происходит со здоровьем. Ну, и с маной, собственно говоря, тоже. Лесопилку будем сейчас захватывать или нет? Лесопилку, лесопилку. 29 уровня. Много магов, много котиков. Шарлея раненая. Ну, ладно. Давайте попробуем еще разочек. Дерево, конечно, у нас невероятное количество. Но все равно возникает вопрос. Вот про поводу огня, по поводу заморозки. Конечно, это здорово. То, что они какую-то зону ограничивают и бьют несколько раундов. Зачем, если можно просто гневом ватанок и обжарить по голове? Площадь маленькая. Если бы площадь была большая, совсем другой бы разговор был. А площадь просто мизерная. Так, эти товарищи в свой первый ход не атакуют. Мы это помним. Они в свой первый ход любят рычать и забафать друг дружку. Ну, повторюсь, ослабление сейчас не так критично, потому что мы игнорируем 25% сопротивляемости. Лавы разлом. Не знаю. И по урону 1300. Вот мы сейчас нанесли. 1300 урона. Слушай, шарлей, а ты добьешь. Лит мой голод. Всего лишь один. Ой-ой-ой. И практически фуловая стала. Красота. Ладно, шарлей мне нравится. Я зря и не играл. Давайте ей будем играть. Ну, как минимум, эту карту ей закончим. Можно, кстати, и от нашей демонессы временно отказаться. Да, давайте ее тоже заменим. Кого-нибудь другого. Мы истинные слуги Петрозена. Для разнообразия, так скажем. Вот она, твоя слава. Так, ты подожди. Защищаться бесполезно. Защищаться бесполезно. Замерзну. Быстро, как зима. Ну, здесь самый хилный, наверное, сейчас будет тотальный. Огнем меня не остановить. Мы последняя зима. Ну, да. Зима близко. Мать, направь меня. Шарли опять упала. Со мной сила духов. Да, у Шарли все хорошо, кроме живучести. Живучести вот все печально там. Я едино со всем сущим. Так, не дотягиваешься и по одному. Ладно, стреляй тогда. Здесь свинца в обход. Или смерть. Авианна, авианна, авианна. Давай сюда. И... Ну, там был 1300, да? Только сейчас вот нанесем. Уйди с дороги. Ну, я разочарован. Гнев ватана гораздо круче. Конечно. Прям очень сильно круче гнев ватана. Считай это предупреждением. Пока, подожди. И вперед. Регионеры, вперед! Сражайтесь за свою честь. Чет процент у нас первородной защиты. Мороз на нашей стране. А, да что сейчас криты-то. Направляют сезон. Мы в паспорт не зима. Быстро, как зимний ветер. За мать! За Невендар! Ступай с миром. Наш священный свет, это наша сила. Трестим пар, мая. Ладно. Мороз на нашей стране. Мимо. И я тихий ветер. Я живу, чтобы сражаться. Ой, не ходить вперед. Ну вот, еще один шанс. Теперь лава выразлом. Ну, 1200, ладно. Сопротивляем из 25%. То есть мы ее полностью все игнорируем. А, ну здесь 40, ладно, здесь много. 30. Можно, конечно, использовать, но... Зачем, если есть мне флотана? Слава будет моей! Сражайся! Так, сможешь обойти. Блин, нет к ним. А, вот сюда. Без ледяной путь. Унылимся в путь. Немножко приуныл. Я его нечестивый гнев. Во имя холодного сердца Галиана. Огнем меня не остановить. Мороз на нашей стороне. И я тихий ветер. Победа или смерть? Да, конечно, загораешься здесь. Ну... Ну, не знаю. Хвала ему! Всяти на правильный... Вне флотана, по-моему, все-таки посильнее будет. Так как то осталось. А, все, отлично, никто не остался. Нет пепелища. 750. Неплохо. Так. Лесопилка захвачена. А здесь еще что осталось? Здесь еще железный рудник. 48 уровня. А знаете, я куда хотел сходить? Я хотел сходить... ... ... ... ... Флотана. Давайте уж пока это заодно там подлечим. Сейчас зайдем. Я хочу на кузнеца посмотреть. Тот ли это кузнец? Скорее всего, тот. А только где она была? Она была... ... ...в подземных шахтах? По-моему, да. Но это же один кузнец. Там всю дорогу один кузнец встречался. Только интересно, почему у них диалога не было. С Ивианой по поводу, что... ...а ты какого черта вообще здесь делаешь? Диалог был похож на то, что они как бы первый раз видятся. Но они же не первый раз виделись. Кузнец Фейнбель. Ладно. Это странно. Сестра-близнец? Может быть. А может просто недоработка. Ну вот, повторюсь, с кузнецом странно было. То есть какой-то диалог должен быть между ними. Они же друг друга знают. Поэтому я как-то и растерялся даже. Почему они друг друга... Ну не подиаложили друг друга. Это было странно. И тут фонтан исцеления сразу откатился. Здесь 50-го уровня. Здесь где-то что, 50-го уровня. Ну, повторюсь, я потом будем защищать. Брунтильда пока стоит. Я не знаю, возможно, не какое-то задание еще будет. Железный рудник. Ну, ладно, железо пока оставим. Границы воли. Бой. 43-й уровня, товарищи. Ладно, поехали. Так, я же Диманесу хотел заменить. А на кого? Ну, Ямара, кстати, может попробовать. Или вообще кого-нибудь... Кого редко используем. Ну, гнев от Анопы. Все и все стоят. Так, а горение это у нас получается от... Осколка накладывается. Так, ты пока ждем. Как-то очень дерзко тобой действую. Из-за этого страдаешь. Слишком близко, тупица. Четыре неба ждут тебя. Тут пока ждем. А ослепление словили. Сегодня ты умрешь. Бойцы, вперед. Я взываю к его священному гневу. Альберт Геальти. Да пребудет с тобой всеотец. Наш священный свет, это наша сила. Почувствуй его, святое прикосновение. Так, вампиресо. Чудо по четырым. Наверное, сюда. Хочу отвергать их плоти. Всего лишь один укус. Еще защиту сняли. Отправляемся в путь. Я его нечестивый гнев. Победа или смерть. Сгинь. Так. Сражайся, я приказываю. Ну, стоим пока. Перед никого. Вот это неприятно было. Я едино совсем снялся. Наверное, вот так лучше. Парочку задуем. Парочку продамажим. Здесь просто каменюк. Здорово. От них аппетитно пахнет. Ай, у тебя течо в кровь. Я твой личный сель. Жаль, у меня еще остались стрелы. Ну, Шарли, кстати, озвучка тоже приятная. Мне нравится. Вообще, у них героев озвучка хорошее. Какое разочарование. Да ладно, у тебя тоже хорошее. Что ты сразу начинаешь по разочарованиям. Сгори в моем пламени. Как юнит озвучен, у меня претензий нет практически. Есть, конечно, претензии к некоторым персонажам, как озвучено. О тебе будут помнить. Не очень сопоставляется, так сказать, внешний вид поступки и голос этого персонажа. Вот таких немного. Священный свет, это наша сила. Выдержи его испытания. Ничего себе, три промаха. Баль станет твоей наградой. Ну, вы просто ждите. Даже без вас получилось победить. Без вашего хила. Дотянешься. Умри. Да, получается, можно эти заклинания, ледяное и огненное, и убрать даже. Как-то они не столь эффективны, как казалось на первый взгляд. Перед вами гробница воли, последняя пристанища всех жителей Низина. Здесь смерть действительно уравнивает всех. Здесь след инквизитора регента заканчивается. Судя по всему, он в гробнице. Если это ловушка... Это точно ловушка. Если это ловушка, то она... так себе. Мы же сумеречные близнецы. Слабовато для инквизитора регента. Вы кротко улыбаетесь друг к другу, и ваши глаза встречаются, задерживаются мгновение дольше, чем следует. Что ж, значит, встретим судьбу вместе. Угу. Ну ладно, Орион хоть и мелкий, но вроде такой неплохой себе молодой человек. Ммм, я случайно жмякнул. Сложные сапоги. Так, пока я не забыл. Давайте возьмем кого-нибудь другого места, Эльмирен. Кого меньше всех использовали? Ну и Меллендрах практически не использовали. Ну и Меллендрах нет легендарки, потому что я ее профукал. Себастья, но я тоже немного использовал. Карисандру. Эй, ладно, пускай будет Эльмирен. Нравится она мне. Пускай будет. Плюс какой-никакой нохил. Ангелы-покровители не защитили эту гробницу. Смертные всегда будут уничтожать себя. Даже ангелам их не остановить. Та-дам. Это кто? Войска империи, 44 уровня. Золото, гробница. 3000. Классно. Так, ребята, вы как, хотите посражаться? Блин, они хотят сражаться. Ну, кто я такой, чтобы им отказывать в драке? Давайте посражаемся. Архимаг тут неприятный, конечно. С другой стороны, знаете, это все будет неплохо работать, когда у нас второе заклинание заход появится. Можно будет там затормаживать их, допустим, гнем ватана. И сверху накрывать там или лавом, или разломом, или ледяным путем. То есть они будут стоять и получать урон. Тогда, да, тогда, наверное, это будет покруче, чем сейчас. Стоит ли авианы врываться? Давайте, наверное, подождем. Слишком близко, тупица. Выстрел? Хотя, может быть, и стоило бы проатковать. Потому что вот от святой мститинцы дойдет. Можно, конечно, вот так перекрыть. У нас Женивьева первый раз не умирает. Поэтому... Пускай постоит и танкует. Сопротивляемость у него хорошая. 70% товарища. Так... Так... Ты... Ты ждем, и ты ждем. Баф! Направь мой клинок! Баф, кстати, приятный. Назад! Я сокрушу тебя! Я взываю к его священному гневу! Сегодня ты умрешь! Сегодня славный день для битвы! Назад! Неприятно! Так... Ослабляет и замедляет. Очень, это отсюда нормально будет. Отсюда будет хорошо. И захилимся, и... Урона много нанесем. И да попадет к нему твой дух! Корсидиумантия! 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 Подойдите ближе! В смысле ты тоже Корсидиумантия! Так, подождите, я что-то вас не знаю. Почему модус творит заклинание с теми же фразами, что и архимаг? Подозрительно. Мать маны, поглоти их! Человек. Блин, здесь только сам себе дорогу перекрыл. Ладно, тогда в инвиз. Все послужат битрозену. Я его нечестивый гнев. Да будет раскалена твоя кровь. Здесь в мстительницу латаем. Здесь пока ждем. Сражайтесь за свою честь! Я сокрушу тебя! Вот она твоя слава! Так, Авианна. Ну, здесь, наверное, можно даже так. Да, умрет, скорее всего, от горения. Умри! 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 Ты подожди. Я твой личный фель. Слишком близко, тупица. Ты подожди. Ты лупи. Ты гори в моем пламени. Я его ярость. Ты и жди. Мстительница. Блин, здесь вообще не прошло. божественной сопротивляемость у нас 45 процентов чтобы много подожди пока нормально да узрит его око истинный путь ну здесь нормально отойди не мешайся несчастное создание это больно было архимаг спарился ступай с миром выдержи его испытания трепещите выслеживаю добычу я живу чтобы сражаться сражайся скорая помощь подоспела их чих не горит победа или смерть до кавиана прыг скок есть еще 600 урона но все равно хорошие заклинания какая прелесть они и правда думают что одолеет эти по одной цели это наверно у меня пока самое сильное заклинание мое тело наполнено яростью скорее в моем пламени сражайтесь за свою честь я сокрушу тебя да как промахта возвращайся к своему богу с позором так ладно она выдержала а тут уже не выдержала пилочку найти хотя выйти можно найти да давайте наш сразу схожу подлечу мстительницу нашу потому что как минимум босс нас ожидает впереди ручки куда в чут красном какая-то не рандомный звучание то есть мелодию какую-то наигрывает церковь и не в том плане что это перезвон какой-то такой знаете церковный а такое ощущение что пытаются какую-то мелодию при помощи колоколов разыграть но это такое исключительно мое впечатление дверь открывается у флюс поиска империи довоевания прекрасно плюс 3000 3000 флюса от 1250 ладно все равно хорошо плюс очень редкая штука и очень приятно когда получается его добыть да у нас наверно сейчас только с флюсом проблемы золото относительно много цвет пробиваясь пробиваться внутрь должно быть состояние я бы предпочла лунный свет цвет пробивается внутрь должно быть солнце стояние интеллект телосложения мана распыляем заколку и на или оставляем так что сапоги кожные сапоги распыляем до золота 100000 дожили и дня скол гнева был бы здорово если в магазине можно было бы продавать товары за золото дерево продать за золото хотя бы один десяти блин бегал хилиться а тут хилка своя есть ладно будет запасная значит опа так но это автобой это тоже автобой пусть 50 опыта 10 золотом ладно интересно как глубоко спускаются гробницы нам лучше не подходить ближе не у всех из нас есть крылья это да взаимодействовать нежить 47 уровня здрасте и зарубиться нежить давайте зарубимся муки скитаний доряжно в начале боя все взрываются одни рукопашники попробуем и к себе не подпустить попробуй не подпустить они уже все рядом стоят так авиана да бахнешь бахнешь вам давать пока хотя по двоим они загорелись от них аппетитно пахнет но о вкусах конечно не спорят но но не знаю болен как больно какие больно найду место чтобы прицелиться когда давать сюда чтобы подлечить ним немножко хотя бы полный рост сражайтесь за свою честь я сокрушу тебя так них там олен шипы я живу чтобы сражаться я думаю как много уроном прилетает не страшно зато подкидываем чем более даже двоих сожгли подходить лечить нет подождите наверно так сделаю подожду сейчас копье в нее прилетит ну да 987 чубы собственно говоря и нет все у нее хорошо но очень мало здоровья очень мало да узрит его око истинный путь выдержи его испытания я его ярость еще раз встанет так арианна менюку только поближе подойти мои стрелы обещаю сжечь твои останки отправляемся в путь отмыть вот так чтобы в ответ получить а есть к сожалению будем в ответ получать назад да не он не с первого раза возвращается а он еще муки скитаний я едино со всем сущим за все на можно было кстати модульс и здесь заменить на инквизитора побольше урона бахать так ариана забиваешь навсегда а тут каменюка их по голове так или мирен огонь ай-яй-яй-яй-яй терпи терпи 638 уныние ну да согласен слава будет моей так себе перспективка стоять рядом с взорвавшимся голевом бах и то что надо что есть то есть так а здесь что что то есть но суть по всему ничего красивый труп что в смысле красивый труп здесь сундук ладно красивый труп кольчуга синяя распылили сто две тысячи золота у нас красивый труп трупы беспорядочно равнодушно свалено в куче это оскорбление самих богов и попрание всех смертных идеалов сам вид этой горы наполняет вас печалью яростью одновременно красивый труп ну не знаю по всей видимости может ли задание хотя задание кто мне здесь может выбить не знаю заперты крепко но с другой стороны неужели за дверью кто-то есть черт его знает может быть и есть но у нас же орел он может дверь раскрывать значит заперты крепко а тот сидит нет это корова корова у костра корова там две кажется даже какие хитрые коровы смотрите забаррикадировались эти коровы не так простые как могут показаться на первый взгляд он по всей видимости после того как с инквизиторе агентом разберемся какие-то еще задания у нас появится потому что труп красивый там девушка на улице стоит не святая мстительница кажется такая белая волшебница победить инквизитор и риген там в очередной раз обращаю ваше внимание даже не помню сколько раз мы его побеждали что 44 уровень с драконом скорее всего не автобой колонны на месте возможно это ловушка а возможно кожные спаде она иди сюда войск империи с белым драконом ватка бездны которые не двигаются ну поехали очень много боев сегодня очень много товарищи зомби засосала так авиана давай сюда даже понимаю что это очень рискованно но сейчас эти вот товарищи мы вот так вот сделаем шарлея 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 очень сильно набьет прям хочется летать и бить правда она из-за этого очень часто не погибает вот уже совсем другой разговор отправляемся в путь в моем плане да будет в мире не пострадала потому что она летает сначала ходил потом подумал что надо было пошевелиться назад ну да ладно летучих за пятки не хватает и приятно почувствуй поток ярости ощущаем защищаться бесполезно сражение с тобой не принесло мне славы бабах хвала ему выдержи его истинный путь участь по площади они провокация работает работает провокациям и немножко подлящимся верховная вершительница будет довольно такая она прыгскок и вот так хочу отведать их плоти блин кремерам далеко неужто на этот ход чиновьем дело наполнено яростью начать что не есть ирине возможно дотянется до ирине должна протягиваться дать какое разочарование и не говори потихонечку к 51 уровне подходим это неплохо инквизитор ты где-то где наберется его дверь сама открылась неожиданно а вот инквизит реген так подожди я сначала комнату осмотрю ладно ты не против не он вообще нормально это что это выход наверх у нас эссенция у нас я не знаю святых которые здесь изображены это не святые это эльфы когда-то все линзина мой народ были союзниками это ничего себе кольчужные штаны божественная эссенция пятого уровня 65 уровня если товарищи такие нам пока не по зубам божественная эссенция 49 и давайте наверное все таки зарубимся с инквизитором божественную эссенцию следующей серии захватим потому что ну нет у нас сейчас проблем с божественной эссенции чтобы все бросать и идти скорее захватывать так силы телосложения инициатива это мы распыляем сложные сапоги тоже распыляем по 5000 даем рекорда давайте наверно такое большое сохранение сделаем возможно здесь какие-то разветвления сюжетные будут мало ли вдруг он сейчас сдастся захочет глубоко в гробнице вы находит инквизитор регентов знакомы сыпальнице здесь похоронен ваш отец да он сейчас отца воскресит против нас отойди от него инквизит регент дерзко вытаскивать череп из останков вашего отца и смотрит на него сколько же лет потрачено сколько лет мы искали тебя нефилима меня отправила сюда катанира помнишь помню помню моя сила проснулась пришли солдаты отец пытался меня защитить на ваших глазах инквизитор сжимает отцовский череп пока тут не крошится в пыль тоже самое будет со всеми кто тебе дорог даже с твоим спутником если ты не покоришься так вот к чему все это вы позволили эльфам убить много сотен людей посягнуть на мою родину на мою мать и все ради того чтобы добраться до меня на ты нужна верховная вершительница верховная вершительница нужно всему миру зная это я не остановлюсь я не могу я тебя остановлю я убью тебя потом ее империя возродится вновь хороший вариант ответа я тебя остановлю я убью тебя потом ее империя возродится вновь но на самом деле я хочу чтобы импери возродилась если отбросить все эмоции то что сейчас не происходит не должно с ней происходить век вуале прошел вы пойдете и империя возродится вновь низины возродятся вновь одолеть и врага инквизит регент вы даже не показывают что он умеет из 2 архимага титан дадите там и меню ку бросает уж и шаглян наверное все таки баталь наверное все таки баталь или все таки шарлея но шарлей 1800 здоровья баталь 2 600 да конечно здесь осколок ненависти небольшой смысле не легендарно бы еще один средний найти что тоже легендарка была или мирен шанс крита инициатива уклонения нечистива урон может быть и отдать тогда нечистива урон место мотивации так пробовать инквизит ох ты ох ты какой хороший какой карта большая или нет 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 это просто ощущение такой люди она действительно больше чем обычно по ощущениям больше блин ребят это босс и не поспоришь с тобой выходи из общей группы пока ждем спусти меня нет карта правда больше непонятно что инквизит регент умеет быстро даже не показывают что он умеет неправильно я должен знать что он умеет ух монашки против своего предводителя деретесь ай как больно сейчас будет как больно а нет не очень больно а вот эту больно вот это больно просто минус монашка да да вот это больно подойдите ближе дети так мы стрелы это чего умеешь в защиту встал я живу чтобы сражаться дерись давай один зажал зачем это сделал еще и промах ладно прошу пока живем не буду я будешь подходить я сокрушу себя славная смерть сражайтесь за свою честь победа или смерть мы заслужим их кровь какие-то ловушки что ли что это здесь авиана вот этих двух должна раскрыть убийц безродный идет она баталь давай сюда бей своих чтоб чужие боялись молодец так авиана давай наверное сюда как то вот так вечность мимо по титану но приехали найду место чтобы прицелиться уж прицелься так супер убийцу тоже из инвиз выделяем прямиком во тьму мой клинок голоди больно все послужат бетро джану смертные должны умереть давай отсюда вот так что за промахи то несчастное создание ну да там конечно помнить и шанс промахнуться и ослепление сейчас все пройти должно да прекрасно все прошло заставим их страдать ну давай попробуем заставить защищаться вот не промахнись спасибо даже оплакивать не будут суровой конечно она у нас прям невероятно суровая это круто как баталь 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 слушайте а баталь мне даже черт возьми сплошные ловушки я вот так сделаю на архимага провокацию с компа баталь убьет но это ерунда с миром это тоже ерунда и меню ка сейчас полетит у нас да тут монашку что ален я только подлечил хорош за верховную вершительницу никаких похорон гай авианому что разминать начать как ты думаешь а прям четко в какую-то ловушку влетел чего я же на книгу магии нажал это что привет привет из king's bounce и что ли я помню была такая проблема когда нажимаешь на книгу магия персонаж бежит так ты жди ты жди я их сокрушу защищаться бесполезно мать маны поглоти их что ты будешь делать я получается жди наш священный свет это наша сила отправляетесь на четыре неба да узрит его око истинный путь черт возьми инквизитор сейчас ударит инквизитор архимаг ромах попал быть непонятный товарищ инквизитор атакует то ждет он убийца наверное а нот инквизитор реген нет у него все перки инквизитора у него все перки от инквизитора только миллиард здоровья у него сражайтесь за свою честь на и кругом ловушки и по всей видимости сопротивляемость безумная потому что валуном 427 урон нанести это как-то слишком слабо мы и стрелы хотят насыть он хочет затормозился он даже не затормозился на меня не подействовало мать маны поглоти их поди пред силой 3 наверно надо бежать баталья ты хватит умирать что такое сплошные ловушки так супер этого испепелили мое тело наполнено я смотрите что происходит и он главный уже паралич словил при этом продолжал вперед двигаться победа или смерть обалдеть класс слава будет моей и натягиваюсь его еще и хилю кого 509 если на него бездвижность не действует может его как-то сжечь сколько и сейчас на нем кровотечение яд огонь и отходим они и правда думают что одолеет стрелы смертный паразит корм для титанов заставим их страдать сражайся ну да хватит рукопашниками конечно ведь его не хочется но провокация не работает провокация работает ослабление и ослабление работает вот это очень хорошо что работает ослаблением и прям сильно так вы не подходить им баталью плохо прям с другой стороны он же спровоцированного сейчас на рыцаре побежит на промах естественно сколько 35 на 572 захил каменюка полетел а вот ладно не страшно раунд 6 ослабление 552 получает смучительной болью все-таки гневом сколько гневом 991 что-то защиту стало ванты ждем за верховную вершительницу смертные должны умереть дебаффов конечно миллиард несчастное создание ой вот это хорошо сейчас прилетело вот это прям здорово это мне нравится так хилл 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 нужен хилл блин хилл нужен непонятно только кому пока это хилл отдавать выдержи его испытание защищаться бесполезно ай больно ай больно мы ему одну полоску только еле-еле сбили кого ну ладно я его ярость я его нечестивый гнев отсюда от можно понимание не знаю всегда встать нет никуда пока не вставать давайте с другой стороны подставлюсь я сейчас под этого инквизитора там не хорошо будет еще он яд словил я кальяна 611 сколько еще 257 кстати ладно смертный паразит атаку не очень маленькая кстати лету баталия сопротивления на меня 50 процентов всего не так уж и много босс не столько сложный сколько долгий что такое я его ярость ай зачем защиту то меж 2 атаки скорее ко мне несчастное создание не знаю похоже очень сильно на то что мы его просто избиваем уже заслуженная кровь вот 1000 1000 прям приятно так ты под провокации то есть можно прямо вот так вот вплотную подойти есть можно так вот встать но и много от священного урона получает может тогда этим попробовать кустами 593 ай чёрт я же стреножный я же стреножный она тогда болью тоже 1200 неплохо обидно ему наверное надеюсь у него вторая фаза как dark souls не начнется а то сейчас убьем а он как вырастет раз в 15 и начнет крушить нас твоя кровь насытит почву твоя кровь твоя погибель на самом деле спорный аргумент ступай с миром вся на скорее ко мне интересно насколько сейчас отношения с империей ухудшится у нас или лучше сам твоя кровь терись или умри ну скорее всего ухудшится даже монашки уже в драку пошли 485 урона просто инквизитора регента своего повелителя на монашки монашки ренегаты ну будь у него конечно атака побольше был бы босс очень сложный а у него очень мало атаки поэтому бьем долго но он практически ничего с нами сделать не может все просыпался да рассыпался 500 золото за невероятного инквизитора регента 500 золото бесполезно убить меня тебе не под силу никто на это не способен я проклят и буду возрождаться пока не исполню ее волю смерть не избавит меня от этого времени меня не волнует желание к тонир и ты не сумел меня схватить снова перемены которые нужны не ты она должна произнести имя вы вгоняете разлом глубоко прогнивший живот инквизиторы поворачивать его один раз за осквернение могил отца еще один за мать один раз за низины из-за императора и за каждую мерзость что сотворила вуаль порченные жизненные силы инквизитора как это прежде случилось верно медленно отделяется от его трупа насыщая доспех хархуса не понимаю мой доспех реагирует на демонов скрывающих душу хархуса лишь раз она поглотила нечто иное это был веран ангел вопрос повисает в воздухе его аккуратно укладывайте бренные останки отца обратно усыпальницу и нужно навестить свой старый дом могу только представить как он сейчас окей покидай могил вы понимаете что вопрос у вас снова гораздо больше чем ответов ненависть длинный меч инквизитор империи плюс 10 полнолуния опыт очки способностей окей вернуться к риэтису давайте вернемся рано что с империи все-таки плюс но кей уже ли с империи выйдем на следующий уровень наш не знаю так шанс крита меч инквизитора длинный меч инквизитора увеличивает божественный урон союзников на 15 процентов клинок участвовавший битве за путь плоти и пламени возможно ли что когда ты его что владельцем был сам инквизит регент но судя по тому что мы забрали с него кида инквизит регентом так можно заклинание открыть заклинание действующая область наносит больше урона за каждую цель это круто прибавка маленькая восстанавливать 25 процентов затраченные манны нам нужно еще пять очков когда авианы используют защита заклинание получает устойчивость на 25 раундов но я практически не использую защитное заклинание ману восстанавливать у нас манны так полно по площади придется наверно брать 4 уровня у меня пока нет заклинаний и наверное не скоро они еще появятся от взрыв магии ну два процента за каждую цель этот плен с другой стороны подождите 2 процента за каждую 4 то есть на пятом уровне будет 10 есть процентов за каждую дополнительную цель она нет если это всем наносится цикл на действующую область наносит на 2 процента больше урона за каждый поймут цель пораженный а после 1 окей ладно но если это по всем наносится включать там первую цель если их там стоит трое допустим то уже это будет на 4 процента больше если на максимум прокачать будет 10 процентов за каждую новую цель ну тогда да тогда принципе эффективно так мы не забываем что здесь коровы заперты и заперты коровы сюда нужно будет вернуться плюс на улице много отрядов осталось недобитых верно берем там нет сундучка в уголке нет обычно в уголках ничего ничего не прячет хотя я бы не удивилась если где-нибудь такое было сделано войск империя все они были воинами тайной бригадой все их тела без исключения сквернины не пойму только с карбиша и мертвецах то ли ты жалеешь о том что не можешь поднять 46 уровень завоевание спасибо с 500 золото что в сундучке кожные штаны зеленые обидно окно от коровы сидят шесть за дверью кто то есть возможно меня сюда пошлют по заданию поэтому да за дверью явно кто то есть ночью труб красивый лежит туда тоже возможно пошлют просто непонятно почему сразу эти док-квест они не были выданы ладно посмотрим то сейчас шуари эти скажет и получается инквизитор мы окончательно убили или нет если мы его впитали выходя из гробницы воли вы не слышите вдалеке боевых клич и но слышите шум торжества победили это невозможно невероятно но вы победили вопреки всему низины вновь обретают свободу ладно возвращайтесь к рейтису на находит не только его но и всю семью ориона тот стрелой проносите мимо вас прямо в их объятия его сестры по нему скучал я делаю каждой из 17 но я вижу только 15 где рух акила 15 я так привык что их 17 я 2 погибли что ли его глаза наполняются слезами вы крепко обнимаете его чувствуете как этот сильный мужчина дрожит ваших объятиях сломленный горем мы будем оплакивать их этой ночью у него еще остались родственники но мои две младшие дочери погибли во время вторжения юная авиана невендор отнял у тебя так много но только не силу спасибо за то что ты пришла и за то что защищаешь моего единственного сына вуаль привела с собой обученных воинов у них было отличное вооружение и численное превосходство даже не знаю стоит ли мне удивиться или прийти в ужас и то и другое твоя речь подняла наш боевой дух для нас это не просто провинция империи до войны ты служил императору и я горжусь этим что ты думаешь о вуале в их действиях нет никакого смысла фанатизм всегда был частью империи еще во времена правления демосфена первого хотя тогда церковь называлась по-другому что до их намерений ты знаешь про это больше других мне это не поможет я понятия не имею в чем дело тело моей матери ориан обо всем позаботился она у тебя дома ждет тебя иди к ней если ты не возражаешь ариетис думаю пришло время попрощаться после этой ночи мир изменится навсегда убедите что у вас не осталось не завершенных дел после этой ночи мир изменится навсегда убить что у вас не осталось незавершенных дел как так подождите ну и задание у меня ничего не осталось осталось только элкот но я думаю что она никуда не пропадет остались рудники не захвачены и не отбиты вот эти точки я думаю что и здесь ничего страшного не произойдет брунтильда скорбят у телег но это понятно ну как же как же запертые коровы то у коров то спасет спасибо авиа спасибо авиа так зеленые штаны разбираем давайте сохранимся получается изменится навсегда мир да нет не должно там изменить там отряда стоят там 60 80-х уровней я сейчас же не смогу их разбить это будет неправильно если я попытаюсь так а учуя на земле от опять положили ну ёшкин кот ладно конечно не смешно случилось похоже здесь никто не жил уже целую эпоху и я не понимаю это мой дом но почему моя мать жила в нищете потерять мужа потерять меня я не понимала сколько страданий она пережила в этом доме 1 и все же этот обветшалый дом зовет вас покосившийся дверь поскрипывает от налетавшего ветерка на тех же ветерка вы открываете скрипучую дверь и попадаете на скромную кухню орион следует за вами посматривая на разграбленные шкафчики осколки стекла и остатки керамической посуды покрыты толстым слоем пыли похоже их не трогали уже очень давно осмотреть камин на вас нахлынули воспоминания камин пустой и холодный но вы чувствуете запах супа чувствуете тепло ваша мать напевает мелодию как же давно это было решив не задерживаться здесь вы и ваш спутник молча проходите в гостиную дальше на свету поблескивают нити танцующие в воздухе под неслышимую музыку у отца стул почти целый его обивка поедена молю и покрыта сажей который отец приносил домой из кузницы похоже мать даже не трогал стул после его смерти осмотреть половицы вы поднимаете половицы находите маленький тайне в котором вы прятались когда мимо дома проходили солдаты вуале вы знали что нужно было бояться когда их тяжелые стальные сапоги гремели у вас над головой вы знали что пока не там надо затаить дыхание вы не знали тогда что они искали вас вы перебираете старые бумаги находите рассказы которые она читала вам перед сном полковника манжелик ваера и невероятно жаба последний трюм царицы тили геллаж сердце матери никогда не остановится последний был вашим любимым и до сих пор любимой зайти в спальню когда вы заходите свою старую комнату она тут же меняется маленькие игрушки которые сделал для вас орион лежат на вашей полке солнце светит ярко очередной жаркий день ваша мать на кухне она зовет вас какой запах выпечка неужели сегодня праздник не ответить конечно вы открываете рот чтобы ответить и но не можете вы пытаетесь делать шаг вперед но ваши ноги тяжелы словно вязли в мокром песке но возле рождения выпечка будет вашим праздничным тортом вернее должна была быть ваша мать снова зовет вас она в отчаянии она испугана ваш отец кричит вы слышите его голос за стеной вуаль снова пришла и теперь они не уйдут пока не найдут вас но они найдут лишь смерть умрет и он вы возвращаетесь к двери к двери шептом прощаетесь чем бы не был для вас этот дом это давно в прошлом и ты в порядке поговори со мной просто воспоминания навалились и хорошие и плохие послушай кузница моего отца здесь недалеко мы зайдем туда посетить кухню кухню господи кузницу вашего отца задание спутника в дом сидеть кузню вашего отца какой же это спутник то это где как это в подземелье найти вашего спутника в своем доме мать авианы что значит найти вашего спутника в своем доме что за описание задания раньше вы любили так нет ничего никто не успевает сказать любимым все что хочет сказать при жизни война лишь усугубляет от печальную правду жизни смерть разделяет людей и обрывки невысказанных мыслей крутится умах тех кому досталось проклятие выжить они продолжают свой путь словно невысказанная мысль потому вместо того чтобы скорбеть на похоронах тихом раздуеме люди низин празднуют они пьют не за мертвых а вместе с ними они громко рассказывают истории из их жизни танцуют так словно и не расставались с ними поют так громко что звук этих песен сотрясает даже четыре неба раньше вы любили этот ритуал но сейчас видя тело своей смертной матери и не имея возможности похоронить в гробнице воли вы чувствуете невероятную тяжесть война и раньше отнимал у вас дорогих сердцу людей но вы еще никогда не чувствовали себя так как сейчас среди тех кого вы любите и кому доверяете но полном одиночестве план ребятам давайте наверное на этом моменте мы закончим хотел я все успеть за одну серию но не получается все за одну серию и не хочется какие-то важные моменты скомканно делать поэтому закончим сейчас в следующей серии уже в ангельскую пещеру зайдем в кузнецу отца возможно здесь что-то позащищаем на 50 уровень можно попробовать побить есть вот 50 уровень и попробовать конечно можно скорее всего тяжело это все будет с потерями 65 уровень точно нам пока не по силам эти все источники по захватывать только кстати остался всего-то два источника осталось железный рудник и накопитель божественной эссенции это все захватим но я не думаю что они пропадут или что-то с ним случится после того как мы вот это задание сделаем возможно какие-то доп квесты могут пропасть если мы их не выполним вот к этому моменту но мир то останется прежним ну да ладно немножко грустной последней серии но интересное посмотрим что будет дальше надеюсь дальше будет также интересно но чуть чуть более весело чем сейчас но да ладно всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока